добрый вечер всем привет егор мало того что опоздал так еще и дубль запорол что ты за человек такое не знаю уволить тебя мало это же ты пойми очередь была за как думаю вот сейчас не куплю потом уже смысла ой спасибо ой ну подумаешь сорвалась ладно уж подумаешь господи это дубль сколько их таких перепишем сейчас спасибо спасибо за внимание сейчас цветок в теплое место отнесу быстро куртку скину и тут как тут какое теплое место ну как маму то я через три дня так буду поздравлять думаю в машине оставлю он замерзнет а что не так добрый вечер самара на часах 19.00 а это значит я наталья савина вечер снежной с нового эфира и сегодня наша программа посвящена самому женскому вилку старте вы знаете я своей жизни ни разу не пожалела о том что родилась женщиной ведь в нас столько прекрасного одно не умею делать видеть мужчин насквозь а вот у героини следующего сюжета это очень хорошо получается смотрим лариса здравствуйте мы сегодня с вами встретились поговорить о славянских обережных куклах расскажите пожалуйста для чего они славянская бережная кукла существует очень давно это в настоящее время ассоциируем куклу как игрушку для детей раньше наши предки начались относились очень серьезно к обережной кукле у многих славянских народов она служила оберегом и защищала наших предков славян их семьи их детей от разных недугов несчастье проблем от безденежья от на удач от болезни от приворотов от неурожая и много чего на самом деле куклах существует очень много и все они разные у каждой свое предназначение своя функция вот например кукла которая отвечает за хорошее урожай называлась зернушка чтобы сохранить этот хороший урожай и привлечь достаток в дом за это уже отвечала другая куколка богатская или столбушка как ее еще называли а вот чтобы привлечь в дом женихов девушка на выданье ставила на фошку куклу капусту и тем самым показывала всем что в этом доме рады сватам и отказа женихам не будет вот таким образом существовала еще куколка такая то что огромная куколка в разных местах ее называли по-разному где-то кормилицей а где-то рожениться вот эта куколка она помогала женщинам обрести радость материнства помогала бездетным семьям чтобы появились детишки да 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 вот вверх как раз вот такая куколка помогала замужем девушкам и женщинам но есть еще и другие куколки например кукла доля она оберегала женскую долю и помогала привлечь суженого улучшить свою судьбу лариса скажите пожалуйста вот я смотрю на всех кукол и они без лиц это почему так да катя совершенно право это такая особенность у славянской обережной куклы она делается без лица и вы не найдете на ней не прорисованных глазок носиков и ротиков вот это такое правило по которым изготовляется куколка дело в том что по поверью народных славян считалось что если у куклы будет прорисованное лицо ее может вселиться злой дух или какая-то душа и тогда куколка будет уже одушевленная будет живая и она теряет свойства оберега и через нее уже можно вводить порчу или кладоваться поэтому здесь уже совсем другие функции ну и это нам не надо конечно да поэтому нам очень важно чтобы куколка нас оберегала лариса а скажите пожалуйста я могу научиться делать такие куклы да вы знаете катя вполне делать такую куколку под силу каждому нужно только знать определенные правила по которым она изготавливается допустим вот такая куколка зерном ушечка у нас есть это куколка на достаток вы вполне можете ее сделать научиться делать такую куколку чтобы потом подарить своим друзьям близким чтобы она у вас имелась в доме дело в том что занятие вот этим вот обережным рукоделем таким как изготовление куколок оберегов по славянским традициям занятие сугубо женское им занимались только женщины мужчин туда не допускали и занятие это было очень ответственным женщины начинали изготавливать кукол уже где-то очень в юном возрасте будучи девицами где-то лет двенадцать в тринадцать они уже начинали делать свою первую куколку самые красивые куколки они складывали в сундучок в сундучок в сундучке они хранились а потом уже передавались по наследству как из поколения даже вот так и прежде чем взяться за такую ответственную работу как я сказала уже что это очень ответственная работа женщина готовилась потому что бы изготовить эту куколку она настраивалась читала соответствующие молитвы заговоры и только потом приступала к работе над этой куколкой лариса спасибо вам большое такая интересная информация я обязательно к вам приду и давайте мы с вами сделаем несколько кукол а давайте катя мы с вами сделаем две куколки на достаток это богатство хорошо зарядим принесенное вами зерно активизируем эти куколки зарядим их положительной энергией и чтобы они привлекали дом достаток чтобы девушки приходили чтобы они денежки сохранялись а между пальцем не утекали хорошо такая в этом поможет нам чудесная куколка зернушка пожалуйста вам дарю кассе спасибо вам огромное подарок по всем вопросам обращаться в центр нетрадиционной медицины алии салимовой телефон 205 33 34 карла маркса 192 офис 618 а у нас в гостях представитель конкурса мисс россии по самарской области организатор конкурсов красоты мисс самара мисс самара янг рафаэль давыдов и вместе с ним мисс самара сара харун и мисс самара янг антонина скакова здравствуй раф здравствуйте красавицы приветствую рада видеть вас девчат многие наши самарские жизненцы мечтали бы оказаться на вашем месте каково это вообще расскажите на следующий день проснуться знаменитые да я проснулась на следующий день я немножко не поняла что вообще произошло что было вчера очень-очень хорошо поздравляла много народу да все просто родственники друзья знакомые люди которых я даже не знала все поздравляли а что послужило мотиватором участвовать в таком конкурсе я например никогда не участвовал подобных конкурсах никогда вот и для меня это был большой интерес и опыт некий такой вот и хотелось конечно наверное каждый хотелось бы победить и сделали все все возможное чтобы оказаться на первом месте я хотела попробовать себя в чем-то новым интересным мне это нравится я люблю когда нам на мне сосредоточено внимание то девочки вот которые выступали на сцене на самом деле это красивый столько творческих номеров я там его увидела и картина не какие-то рисовали и пели и на балалайк или как посторон называть домбры играли но это вообще это это самые самые творческие девушки которых я видел на всю свою жизнь знаете этот аплодисмент да знаете это был на самом деле такой эксперимент если честно так сейчас признаться по окончанию конкурса конкурс у нас был действительно конкурс battle мисс самара конкурс участниц конкурса мисс самара и мисс самара янг янг это те кому от 13 до 16 и мисс самара 17 до 23 все сошлись две команды они соревновались между собой и творческие номера и такие дефиле показывали друг другу и член жюри и и всем зрителям прошло это на ура или это прошло так себе не мне судить могу честно ура а как жюри спорила кому победу дать ой девчат ну я хочу вам пожелать в будущем только побед не останавливаться и я уверена что мы увидим вас скоро на журналах глянцевых изданий не только российских к нашей радости мы смогли попасть на сам конкурс это было захватывающе не верите спросите нашего оператора он даже дышал с трудом смотрим и Санкт-Петербург Всем давно известно, что в Самаре самые красивые девушки. Мы сегодня на конкурсе красоты «Мисс Самара-2017». Это удивительное зрелище, потому как красота само по себе явление неповторимое и уникальное. Я хочу познакомить вас с человеком, который устраивает эти шикарные грандиозные конкурсы. Рафаэль Давыдов. Наташа, спасибо за то, что вы пришли, вы нас оцениваете. Большое вам спасибо. Я очень благодарен за то, что конкурсы красоты ослучиваются, осматриваются, оцениваются. Большое спасибо вашей передаче. Мы смотрим «Мисс Самара». Я надеюсь, скоро мы сделаем такие с вами вещи офигительные. Просто смотрите нас вместе. Обязательно сделаем бомбическое и невероятное что-то. Надо взрывать Самару. Я обещаю. Я тоже. А я поддержу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите пройти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если нет? Ну так что-нибудь передачу вести? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создать свой проект – дело непростое. А уж довести его до успеха и сделать популярным – дорогого стоит. Встречаем создатели-организаторы проекта «Голос улиц». Ай-я-яй-яй, салют всем «Голос улиц» в прямом эфире. И в преддверии нашей будущей вечеринки представлю вам нашего хедлайнера. Встречаем IRMG! Салют. Привет. Также «Перец». Перец тоже здесь, и он с нами. Вот так. Ну и, конечно же, я, бессменный ведущий «Голоса улиц» ЛС. Ребят, ну рассказывайте, что же это за движение у вас такое? «Голос улиц» — это единственное движение по Волжье, которое объединяет поп-исполнителям разных поколений. К вам может попасть любой? Ну да, абсолютно любой. У нас уже порядка ста заявок со всего по Волжье. Да, выступить может каждый, но у нас есть одно правило. Какой? Если ты не качаешь толпу, зал, да, и твой рэп не вкатывает, братан, мы тебя сливаем. Ну, точнее, не мы, а «Голоса улиц». Люди, которые находятся в клубе на тот момент, когда ты делаешь свой рэп. А девочки есть у вас? Есть. А тебя какие интересуют? Меня? Рыженькие больше. Рыженькие. Ну я просто с таким интересом была. Нет, конечно, конечно. И девочки тоже ходят на наши тусы, тем более им вход вообще свободный. Нет, на тусы-то понятно. А вот чтобы читали девочки рэп, есть такие у вас? Бывают, замечательно. Потому что он сказал, чтобы прокачивали толпу, да? То есть у меня есть шанс попасть к вам. Конечно, есть. Но ты помни о правиле нашем. Это «Голос улиц». Здесь нет петухов и куриц. А, это про нас. Вот, да, так что имей в виду. А так, пожалуйста, и в порядке очередь. Ага. А есть ли у вас дедовщина? Вот в вашем коллективе. Да, да, да. Не, у нас просто есть резиденты. Ну есть, может, главные, там давно, которые читают рэп. Есть новенькие, которые только пришли. Не, ну конечно, есть. Много очень новичков, а есть определенные резиденты. То есть я, давай так скажу. С 2007 года «Голос улиц» начал свое движение по сей день, да? Порядка полутора тысяч человек у нас выступило. И из них только 50 человек показали какой-то уровень. Ну, то, что можно, в общем, слушать. Вот, ну, можно слушать. И из этих 50 человек не все стали резидентами. А вот кто сдал, да, то есть это сдал нормативу, да? Да, вот они уже уровень, да. И прям занимаемся их продвижением. Бесплатная запись на студию. Я знаю, ты битбоксер, да? Ну, есть немного. Сделай красиво. Ну, сделаю так чуть-чуть. Давай, давай. Текст какой-нибудь наложить. Все рэперы умеют быстро и качественно складывать из простых слов крутые тексты. Вы не исключение, я в этом убедилась, когда вы еще в моей первой программе снимались. Итак, я даю вам три слова. Быстро сочинить должны. Книжна, вечер, воскресенье. Поехали. Ждем. Поехали? Давай, начинаем. Воскресенье вечер, смотри сюда. В эфире «Голос улицы Книжна». Да. Йе-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Место, в которое я сейчас отправляюсь, очень уникальное и неповторимое. Так его охарактеризовала моя знакомая. После его посещения в жизни у нее произошли хорошие перемены. Что же там интересно? Пошли посмотрим вместе. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да. Меня зовут Катя. Расскажите, пожалуйста, а для чего используют свечи двойных цветов? Свечи двух цветов используются для усиления силы. Один цвет у нас идет как поглощает или активизирует. Второй цвет идет на активизацию и наполнение пространства качеством. А вот я вот там вижу маленькие коробочки и названия такие интересные. Любовь, богатство, святой дом. Расскажите, для чего они? Давайте пройдем к нему, я вам расскажу. Свечи находятся в коробочках, потому что каждая свеча индивидуальна. Она изготавливается под определенную ситуацию, на конкретные действия. И в каждой свече есть подробные инструкции, пошаговые. Что нужно сделать, в какой в определенный момент все это делается и для чего это делается. Существует очень много свеч на различные ситуации. Также денежные, любовные магии, на сохранение семьи, гармонизацию атмосферы в доме. Такие вот есть, как святой дом, успех и выгода. Очень много различных свеч. Вот, у них есть свечи, а почему они разноцветные? Разноцветные, потому что работают эти свечи за счет цвета сжигаемого воска, направленного на конкретные намерения и создающие определенные вибрации в пространстве. Эти свечи используются для того, чтобы усилить получение желаемого результата человека, его намерений. Например, зеленая свеча... Как раз я ее держу, да? Да, как раз она у вас рука. Она используется для привлечения финансового потока, для денежной магии и для здоровья. Красные свечи используются в любовной магии. Белые свечи мы используем для очищения... Такая вот замечательная свеча. Для очищения пространства, для очищения дома от всяких проблем, нечистей и для создания благоприятных вибраций в пространстве. Ирина, а я вот видела, что свечи скручивают. Для чего это? Скручивание свечей используется для усиления конкретных действий цвета. Например, если скрутка из двух свечей, она идет для привлечения счастья в личной жизни. Скрутка из трех свечей, она является универсальной. А что будет, если я скручу все зеленые свечи? Какая-то, наверное, станет самой богатой девушкой города Самара. Я об этом и мечтаю. Давайте мне красные, зеленые, эти и вот эти, в общем, все заворачивайте мне. Вам оптом? Да. А эти свечи, я так понимаю, лучше руками не трогать. Они магические? Эти свечи магические, но бояться их не стоит. Черная свеча используется для очищения, снять негативы, порчи с глаза, для поглощения и разрушения отрицательной энергии. А это что? Можно, по-моему, дом согреть такими свечами метров так 200. Катюш, может, и можно ими согреть такой большой дом? Ну, у нас они используются для более длительной концентрации на желаемый результат. Также эти свечи используются в особых случаях, о которых мы расскажем при личной встрече. Спасибо вам, Ирина. Я думала, свечи нужны только для магии. Оказывается, они нужны людям, которые хотят изменить жизнь к лучшему. А в следующей программе я вам расскажу о благовониях, о их влияниях на жизнь человека и о камнях. Магазин «Ведьма на счастье». Волшебные вещи для магии и жизни. Улица Ленинградская, 58, второй этаж. Телефон 922-98-22. Дорогие женщины, разрешите поздравить вас с наступающим праздником. Желаю вам любви, счастья, здоровья, успехов, богатства, процветания. И пусть всего будет в изобилии, но только одного не хватает. Времени задуматься, откуда это все берется. А я вам хочу пожелать любящего мужчину рядом. А еще моей любимой мамочке в этот день день рождения. Я тебя заранее не поздравляю, но пусть все знают. С вами был вечер с княжиной, крошка Бобо и Наталья Савина. Всего доброго! Благодарим за помощь в создании программы «Стейхаус Крошка Молли». Улица 22-го портьезда, 46. Ведущая на ваш праздник Наталья Княжна Савина, 248-07-38. Субтитры создавал DimaTorzok